Развитие технологий из года в год ведет к изменениям на рынке труда. С каждым новым достижением в науке или технике появляются исчезнувшие профессии, которые теряют свою актуальность. На место им приходят новые специальности, отвечающие веяниям современности. О том, как меняется запрос в нашей стране, поговорим в течение ближайшего часа. Субтитры создавал DimaTorzok Департамента развития национальной системы квалификации и прогнозирования Министерства труда и социальной защиты. Калмуратов Бегалы, генеральный директор Республиканского научно-методического центра развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации. Мецик Олег, руководитель проекта «Атлас новых профессий. Форсайт методолог». Толуспаева Светлана, руководитель Центра стимуляции мозга «Кристалл. Кризисный психолог». Толуспаева Айданом, управляющий директор департамента по вопросам занятости НПП «Атамикен». И Абельмажинова Индира, руководитель управления содержанием высшего и послеводческого образования Министерства науки и высшего образования. Ну и, уважаемые гости, думаю, следует сразу оговориться, что разговор у нас пойдет не о далеком будущем, не о профессиях из области фантастики, а о ближайших перспективах. Чтобы нынешняя молодежь, студенты, школьники могли выбирать специальности, которые завтра будут востребованы на рынке труда. Впрочем, этот вопрос касается не только молодежи, но и всех граждан страны трудоспособного возраста. Существует много различных списков и рейтингов профессий будущего. В частности, атлас новых профессий, интернет-альмонах, перспективных отраслей и специальностей на ближайшие 15-20 лет предлагает больше 350 профессий по 28 направлениям экономики. Поскольку это очень большой список, рассмотрим лишь некоторые из них. Например, медицинские профессии. По прогнозам экспертов, будут популярны всегда. Особенно востребованы станут биоэтики, молекулярные диетологи, тканевые инженеры, консультанты по здоровой старости, сетевые врачи. В сфере образования это игромастеры, тьютеры, организаторы проектового обучения, эко-проповедники, тренеры по майнд-фитнесу. Сельское хозяйство также останется важным направлением в экономике будущего. Там спрос появится на агрокибернетиков, ГМО-агрономов, сети-фермеров, операторов автоматизированной сельхозтехники, сельхозхозяйственных экологов. В строительстве понадобятся прорабы-вотчеры, проектировщики, инфраструктуры умного дома, эко-аналитики, проектировщики 3D-печати, архитекторы, энерго-нулевых домов. Восстребованы станут и кураторы коллективного творчества, тренеры творческих состояний, личные тьютеры по эстетическому развитию, сайенс-художники и арт-оценщики. Уважаемые гости, такой вопрос. Насколько можно верить данным прогнозам? Действительно ли все вышеперечисленные профессии станут популярны в ближайшие 15-20 лет? Кто начнет? Да, конечно. Я бы хотела восстановиться, в целом рассказать про систему прогнозирования рынка труда. Министерством труда, соцзащиты и населения формируется ежегодно национальная система прогнозирования трудовых ресурсов на краткосрочный период на год, на среднесрочный период на 5 лет, а также долгосрочный период до 2050 года. На основе среднесрочного прогноза потребностей рынка труда формируются ежегодно государственные заказы, гранты. Индира Дидарбекова. Мы же понимаем, что по этим профессиям еще... Улжан Кальмуратпасов. Ой, прошу прощения. Улжан, мы же понимаем, что условно данные профессии, они не входят в перечень тех, которым мы предоставляем, гранты. Поэтому я думаю, не совсем о том мы сейчас говорим. Я больше к тому, что данные профессии, которые отмечены в атласе новых профессий, они не опережают ли свое время? Может быть, это все-таки пока из разряда фантазий? Да, я, наверное, подключусь. Смотрите, вы абсолютно правы в чем. Условно говоря, прогнозирование рынка труда можно разделить на среднесрочный и долгосрочный период. И среднесрочный период, мы уже понимаем, какие структуры экономики у нас есть, каких специалистов нам нужно готовить. И вот министерство труда, министерство образования, системы сертификации, они к этому вопросу готовятся. Когда мы вот вы перечислили перечень профессий, это профессии, скажем так, не ближнего горизонта, но это среднего или дальнего горизонта. Почему их пытаются определить? Потому что пытаются понять, в каком направлении будет развиваться та или иная отрасль. И мы понимаем, что, например, для министерства образования, чтобы подготовить учебную программу, нужно как минимум от двух до пяти лет. Потому что пока подготовится программа, пока наберем первых выпускников, пока протестируем. И вот чтобы понимать, кого нам готовить через 5-10 лет, мы уже сегодня должны понять, что, например, в биомедицине мы уже должны уходить от, например, классических методов лечения, переходить к изучению, например, я не знаю, каких-то микроботов, которые будут лечить. Есть у нас специалисты, где их взять, какие программы подготовить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, насколько они точны, они точны ровно настолько, насколько мы представляем свое будущее. Но если вы посмотрите с сегодняшнего дня, сегодня спроса именно на эту специальность уже нет. И вот в атласе профессии есть такое понятие «наступившее будущее». То есть что мы говорим? Мы уже понимаем, что, например, стимуляция мозга – это уже не завтрашний день. То есть профессия, может быть, еще не готова, она еще не прошла сертификацию, но спрос на рынке уже есть. То есть сегодня уже есть клиники, куда ты приезжаешь, тебе стимулирует мозг, тебе развивают определенные навыки. И в этом смысле это уже так называемое «наступившее будущее». Да, но это не клиники. Я прошу прощения, что такие варианты тоже есть. Это немножко другая техника, сейчас коллега расскажет. Но то есть отвечаешь о чем? То есть те, что вы назвали, да, это горизонт так называемого 10-15 летного планирования. Олег Игоревич, это горизонт 15-20 лет, да, как вот мы озвучили ранее по официальной статистике. 15-20 лет – это для нашей страны или условно для стран передовых в данных областях? Мы же понимаем, что действительно есть разграничения, да? Да. Но я здесь отвечу, здесь вопрос такой, что да, это, наверное, больше мы говорим, некоторый микс. Есть более продвинутые страны, но когда отбираются для Казахстана эти профессии, все равно идет так называемый процесс локализации. Мы обязательно оцениваем структуру экономики, мы оцениваем, насколько наши вузы готовы это взять. И в этом смысле они проходят вот эту вот проверку на какую-то адаптивность, на адекватность, скажем так. И в этом смысле я бы сказал так, что большинство из тех профессий, которые представлены, процентов 80, они в том или ином виде точно появятся. Вопрос просто в том, как это верить к этому, как эта доказательная база была построена и так далее. Но если вы спросите прямо сегодня, в течение года, то, скорее всего, нет. Сейчас хочется обратиться к Айдане Кимбэйне. Вы как представитель бизнеса, я думаю, очень многие в НПП Атомикен, да, обращаются с запросом на определенные специальности. То есть, условно, давайте попишем меморандумы с университетами, давайте мы такие специальности введем или там сделаем фокус грантов на определенные специальности, просто профессионалов не хватает. Давайте так, сейчас, да, вот конкретно сейчас, каких специалистов не хватает и насколько вот вышеперечисленные специальности приживутся для наших бизнесменов? В целом, ну, вокруг этой темы, наверное, Атомикен с двух сторон, да, идет. Одно, это мы делаем анализ потребностей в кадрах на краткосрочный период. И второе направление, это рейтинг вузов, да, для того, чтобы была помощь студентам. То, что касательно вашего вопроса, сейчас, как ни странно, да, из года в год это повторяется тенденция, что 72% или за выше 70% нам нужны рабочие кадры. Это из года в год повторяющаяся тенденция, рабочие кадры, если мы его поделим из 100% потребностей, да, если мы поделим в разрезе уровня образования, получается 10% нам вообще не нужно образование, можно со школьным образованием. Это охранники, это развозка еды и так далее, да, курьеры и так далее. 70% это нужны нам специалисты с техническим профессиональным образованием, то есть уровень колледжа. И только оставшиеся 30% нам нужны специалисты с высшим образованием. То есть оно вот такое. Сейчас, Айдана Кимбайна, вы знаете, как приземлили мои какие-то, возможно, фантазии, потому что сейчас, да, я послушал, действительно, сколько классных специалистов, да, я даже некоторые специальности, если честно, не понял, чем конкретно будут заниматься, но звучит красиво, да. И нам, вроде говоря, ближайшее будущее, да, а вы тут говорите, что практически там 70% это среднеспециальное по сути образование, да, нам нужны люди, которые конкретно сейчас будут заниматься, условно, там, сантехники, электрики и так далее, да, автомеханики и прочее, да. 10% вообще только со школьным образованием, в принципе, нам нужны, да. Да. Словая реальность. Словая реальность. Это, это, вы знаете, в принципе, я вот тоже вот, насколько вот ознакомлена, да, с атласом профессии, у меня бывают, конечно, вопросы, то, что вот лет 10 назад, да, московские коллеги, они сказали, что специальности бухгалтера не будет. Сейчас у нас из года в год у меня вот есть статистика, информация, что их ежегодно нужно больше и больше бухгалтеров, хотя у нас есть цифровизация, да, у нас можно уже счет фактуры выставлять электронно, потребность не уменьшается. Почему? Как вы считаете? Честно сказать, работодателю все-таки, наверное, спокойнее, когда есть человек, который отвечает за финансы, за цифры и есть кого спросить, наверное, более или менее, больше так. То есть, условно, да, если даже во всем мире тенденция поменяется, то у нас за счет каких-то определенных взглядов, возможно, предрассудков, возможно, да, у нас сохранятся некоторые. Уважаемые гости, у нас очень. Очень активная беседа, но сейчас мы вынуждены прерваться на рекламу, сразу после чего будем двигаться далее. Оставайтесь на хабаре. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся в студию итогов. Говорим мы сегодня о профессиях будущего и специальностях, которые в скором времени перестанут пользоваться спросом. Индира Дидербековна, хотелось бы к вам адресовать один вопрос. Мы помним, да, что раньше были очень популярны, да, экономисты, юристы, практически каждый даже региональный вуз, да, выпускал данных со специалистов. Насколько люди того поколения, да, они трудоустроились, нашли себя в данных областях? Ну и в целом сейчас эта тенденция сохраняется? Да, конечно. Министерством ведется мониторинг трудоустройства выпускников. Однако сейчас во всем мире существует проблема трудоустройства именно по специальности. То есть, согласно исследованиям Всемирного экономического форума, ежегодно около 40% выпускников трудоустраиваются не по своей специальности. Эта проблема касается не только Казахстана, но и всего мира. Поэтому основной причиной данной ситуации мы считаем, что недостаточный уровень работы, профориентационной работы, потому что будущие студенты, абитуриенты недостаточно владеют информацией, какие именно профессии, какие навыки нужны на современном рынке труда. Светлана Кавелдановна, давайте с вами такую тему обсудим. Вот как раз-таки, да, продолжение экономиста и юриста. Вообще, почему люди так, условно, выбирали эти специальности? Многие даже не понимая тонкостей, да, может быть, условно, знакомые шли, да, и они шли за ними. Может быть, просто общая тенденция, что популярно, значит, выгодно, интересно и так далее, да. И какая сейчас психология у молодежи, то есть? Вы меня как психолога спрашиваете, у меня субъективная точка зрения. Я не претендую на истину. Ну, для начала я хочу сказать, что как представитель, как магистр психологии, как представитель ЕНУ, самого главного альма-матора у нас в стране, я считаю, в целом у нас действительно сейчас проблема большей части молодежи в том, что она не знает, куда ей идти учиться. Это действительно проблема. Если мы говорим про молодежь поколения, вот есть X, Y, Z, да, допустим, X, они точно знают, что они пойдут учиться, да, либо учителями, да, это всех предметов, либо они будут юристами, бухгалтерами, да. Это поколение каких годов? Это поколение где-то 60-е и 70-е, да, потом идет поколение Y, 80-е и 90-е, да, то есть к ним отношу себя я. Вот как раз-таки в мою молодость самой популярной профессией была профессия юриста, потом шел экономист, и после шли все остальные финансисты. Вот я перевозчик технический, только хотела сказать, третье место в этой иерархии занимала профессия или факультет иньяза, да. И я знаю, какие были места на грант, и сейчас я закончу. Ну, то есть тогда мы были полностью под вот этой парадигмой престижности этих профессий, да, потому что, с одной стороны, да, действительно банковское дело развивалось, действительно создавалось очень много и ПТО, и нужны были хорошие юристы, да, и была в целом как бы востребованность, ну и в целом суверенность государства росла, и были такие сильные шаги, да, по развитию самого государства, но сейчас все вот эти бухгалтера, финансисты, юристы, куда идут работать? Легкие, трехнедельные, трехмесячные профессии типа номерологов, астрологов, хиромантов. Ну, вопрос, насколько это профессии? Да. Ну, вы знаете, то есть, ну, это же их дело, то есть они открывают... Это скорее кружки по интересам, мне кажется. Нет, это не хобби, это то, что приносит им основной заработок. Нет, ну это не официальная специальность в стране, да? Ну, это тренд. Почему вот спрашиваешь, да, какая у тебя профессия? Вообще-то я бухгалтер, но вот я работаю номерологом, мое призвание. Нет, да. Мы сейчас живем такое... Знаете, я могу условно в социальных сетях профессионально лайки ставить, но вот этого я же специальность не приобрел. Я могу, да. Ну, понимаете, вот феномен нашей действительности в том, что сейчас большая часть молодежи, оно потерялось, оно действительно не понимает ни тенденции, во-первых, не понимает собственного позиционирования, вообще о чем я в этой жизни. А вот условно ваше поколение, да, вы говорите, что условно вы выбрали переводческое дело, да? Да, потому что я любила английский язык и мечтала быть дипломатом, но поскольку я понимала, что в ГИМО я не поступлю с Казахстана, с провинции, я пошла на ИНИАС и поступила на грант и закончила с красным дипломом. Но сейчас вы психолог. Я психолог, который в совершенстве знает английский язык, учится за рубежом, может себе позволить ездить на конгрессы. Это замечательная самореклама, но я не к этому. Я говорю к тому, что... Я к тому, что мне пригодилось. Да, я говорю к тому, что условно, может быть, это и нормально, что люди ошибаются, да? Но даже не ошибаются, а переориентируются, да, согласно новым веяниям. То есть не нужно, может быть, ругать то поколение, которое выбирало юристов, экономистов, не нужно ругать там условно современное поколение. А это не про ругать, это в целом про то, как обстоят дела. То есть люди приходят очень часто к психологам. Понятно там, что есть кризисы, но они приходят и говорят, я вот 20 лет работаю в банке, там, к 45 годам, я полностью выгорела, и я не знаю, и мне моя работа не приносит удовольствия. Понятно, что она сделала когда-то ошибку, поступив на финансы и кредит, потому что эта профессия не про нее, и ее эмоциональный интеллект гораздо выше, чем сидеть и считать цифры. Да, Айдан Кирилл. Да, можно хотела добавить, продолжу вашу тему, частично психологию, да. Вот мы несколько лет назад, где-то полтора года у нас был пилотный проект с Министерством труда, мы трудоустраивали безработное население в проактивном формате. И у нас была там служба психологов, они работали профессионально, мы их всех собрали в Казахстане, они разработали профдиагностику для взрослого населения, то есть профориентацию такую некую, чтобы взрослый уже человек мог определиться, кем он был, какое у него направление и так далее. И знаете, мы протестировали 50 тысяч человек. Вау. Да, и такой результат интересный, что у нас в Казахстане оказывается только 14% населения склонны к физическому труду. Вот так. Да, у нас потребность 70% потребность рабочих кадров, при этом только 14% имеют склонность к физическому труду. Склонны к труду, это хотят работать? К физическому труду, да, что они не против физического труда. Склонны, на самом случае, готовы. 57% они хотят быть руководителями, то есть они не хотят быть наемными работниками. Это же как у нас, менталитет, да? А насколько желание с реальностью? Вот, они не соответствуют, соответственно. Есть большой дисбаланс. То есть мы же понимаем, что условно человек, допустим, не хочет быть официантом, но он работает официантом, потому что надо, да? Потому что нужно себя прокормить. То есть здесь насколько вот желание, это похоже на реальность? Желания могут быть разными, все, может быть, хотят быть президентом, условно. Ну вот, я на первый взгляд пришел, и я хочу. Это целый час занимает само тестирование психологическое, да? Целый час ты проходишь тестирование, после этого тебе говорят результат, что ты человек предприимчивый, что ты больше творческий человек и так далее. То есть тогда люди начали приходить, даже мамочки начали приводить своих детей, чтобы ребенок определился, чем он хочет заниматься. Например, очень много людей приходили, те же самые бухгалтера, но на самом деле я всегда любила писать картины, да? А на самом деле родители сказали, что это престижно. Да. Бегал, у Розалия еще, вы хотели добавить? Я хотел добавить, вот здесь, мне кажется, больше менталитет казахский. Да. Вы знаете, что казахи всегда хотят быть начальниками. А если ты пойдешь на сварщика, ты точно не станешь... Причем все жузы, да? Да, да, у вас, в общем, 300 тысяч сварщик получает, и юрист получает 150 тысяч, они идут на юриста все равно. Почему это менталитет казахский? Потому что они все хотят быть начальниками, все хотят ходить с папками. Вот такое у нас есть все-таки. И вы знаете, в советское время, если на 24-х человек одного начальника готовили, а в наше время начали... 24-х начальников на одного человека. Да, да. Поэтому этот дисбаланс сейчас есть, он существует. Очень много там, допустим, сейчас методологии, вот, работает, вот, министерство труда работает, я знаю, что прогнозирует, но мне кажется, это все недостаточно, потому что сейчас то, что вот гранты эти выделяются, мне кажется, это не соответствует. Вообще, наше министерство вообще учитывает тенденции, условно понимая, да, что действительно у нас там сверхпрофессиональных начальников, да, а не хватает рабочих рук, может быть, гранты либо уменьшить, либо вообще убрать на специальности, там, в гуманитарном направлении. Я вообще не согласна, вот, от слова совсем. Это замечательно, давайте, мы, естественно, министерство. Да, да. Вы слушаете официальную полицию. Я как раз таки здесь, чтобы сказать во всеуслышание, что как представитель, как магистр психологии, у нас сейчас очень распространен обмен преподавателями, не просто студентами, да, разные из программы, и вот в рамках этого обмена у нас сейчас гость, приглашенный из Африки, профессор, психолог, и вот он, поскольку я хорошо знаю английский язык, всегда со мной общается, говорит, как это вообще возможно, кризисная психология и всего пять человек на гранте, как это возможно, и ему наш завкафер говорит, ну, сори, у нас нет бюджетирования, у нас нет этих грантов, он говорит, ну, это же так очень востребовано, это так нужно, но... Но мы же слышим о том, что у нас не хватает рабочих рук, да, и условно, смотрите, я допустим... Афиндир, вы их откуда пригласили? Айдана, извиняюсь, ага. Ассоциация психологов, у нас есть союз психологов, мы отбирали обязательно... Нет, мы знаете, мы вчера буквально обсуждали, действительно, психолога профессиональных не хватает в стране, это мы понимаем, но если, допустим, я, да, простой казахстанец, да, стою перед выбором, либо мне нужен профессиональный сантехник, качественный, да, который там трубы заменит, чтобы у меня ничего не лопнуло, либо мне нужен кризисный психолог, который мне поможет из какой-то ситуации выйти, я, наверное, все-таки сантехника выберу. И буду всегда потом вызывать всю свою жизнь сантехников, да? Ну, либо буду в потопе, но зато... Мне кажется, эта проблема очень легко решается, когда мы начнем понимать, что экономики бывают разные, и когда мы выбираем профессию, мы должны для себя стратегически решить, мы вообще какую экономику создаем, потому что была аграрная экономика, где 80% людей было занято в сельхозке, да, потом мы пришли в индустриальную, и наш НПП, это Аким, Атанкиен, они же хитро что делают? Они же обслуживают в основном крупный бизнес, и крупный бизнес, ну, я сейчас утрированно говорю. Очень утрированно, я не согласна. Мне кажется, 90% бизнесменов были в мелкие, ну, то есть средние. Это обороты, у нас. Идея была в чем? В том, что нужно признать, что наша экономика доминирует индустриального типа. Если вы посмотрите, как формироваются наши бюджеты, по-моему, 54% не нефтянка, энергетика и уголь. И в этом смысле нужно признавать, что без этих отраслей мы, как страна, умрем. Поэтому бизнес громче всего будет говорить, нам нужны сварщики, металлургии и тому подобное. Потом появляется там цифровая экономика, креативная экономика и так далее. Поэтому, когда вы говорите, что торолог – это не профессия, вы правы, но с условием индустриальной экономики. А когда мы говорим про креативную экономику, в которой основная задача – это занятость населения каким-то непроизводительным трудом, потому что уже не нужно столько народа. И в этом смысле домашний художник, он может быть профессией в креативной экономике. Если деньги приносят, все, то есть ты сам себя можешь прокормить. Но с точки зрения индустриальной экономики, это, конечно же, не профессия, потому что торолог на промышленном предприятии не нужен. И в этом смысле, если мы говорим теперь опять, допустим, про атлас, про новую, про умирающую профессию, принципиальный вопрос – какую экономику мы строим? Если коллега скажет, что нам нужны сварщики, металлургии и тому подобное, я скажу, действительно нужны, но это нужно про, условно говоря, индустриальную экономику. Олег Игоревич, я сейчас предлагаю не только экспертов студии послушать, а послушать, что думают о профессиях будущего молодые люди, которым в этом будущем и предстоит трудиться. Внимание на экран. Я считаю перспективный, так, айтишник, потом логистика, также, ну, получается, бизнес-менеджмент, скорее всего. Я считаю, это IT, потому что многие учатся на IT, на первое место. Также думаю, это международное право, это не лестное. Я сторонник того, что сейчас должны быть технические профессии у людей. Это более важно, потому что, в принципе, у нас непроизводственная сфера в достаточной степени развита сфера услуг. Конечно, производственники в первую очередь, и это будущее экономики. Училась на туризме, но пока в туризме в Астане не особо вижу применение себя. Не знаю, мне кажется, все востребованные, ну, уборщики, каждый человек что-то вот дозначит, каждая профессия что-то значит. А какие сейчас востребованные, мне кажется, это IT, ну, люди, которые в дизайне как-то разбираются, в компьютерах, за этим будущее. Я на четвертом курсе колледжа, а я его заканчиваю с замешанкой, планирую поступать в университет. А истанция, также техник-программист. Вот, ну, думаю, да, сфера IT, программисты, да, думаю, каждый так скажет. Я учусь, да, и работаю вот параллельно дизайнером. Вот, думаю, эти профессии никто не заменит, особенно как человек, который, ну, создаёт что-то. Вот, думаю, никто никогда не заменит это. Вот такое мнение молодых людей. Ну, и, уважаемый гость, такой вопрос. В целом, вообще, университеты должны ли нести ответственность за трудоустройство своих, да, студентов? Потому что университеты, которые ориентированы, условно, на госгранты, да, или у которых, там, стоимость невысокая, да, мы же понимаем, что они, да, занимаются тем, что, возможно, дают хорошее образование, но после выпуска, да, как бы их пути со студентами расходятся. И, как правило, там, ну, откровенно говоря, всё заканчивается, там, отчётами, да, что, там, столько процентов трудоустроил, столько нет. При этом зарубежные университеты многие, да, они хвалятся своими выпускниками. То есть, когда их выпускники, топ-менеджеры больших компаний, успешные бизнесмены, да, тогда же спортсмены. То есть, насколько здесь университеты должны отвечать? И насколько престиж университетов зависит от тех, кто их закончил? Да, на самом деле, сейчас идёт тенденция, политика вообще в целом Министерства науки и высшего образования направлена на расширение академической самостоятельности. То есть, все образовательные программы, университеты самостоятельно с привлечением работодателей с каждой отрасли разрабатывают самостоятельно все программы. При этом, также вузы сейчас выдают дипломы собственного образца. То есть, это уже показывает ответственность каждого университета и имидж университета. Насчёт трудоустройства сейчас, да, конечно, у нас ведётся мониторинг и со стороны университетов, и со стороны Министерства. Сейчас Министерство направлено на формирование опережающей модели подготовки кадров. И в данном вопросе мы уже начали работу по реализации проекта «Мамандагам Булашагам». Именно для... А какой фокус там, на какие специальности? Да, усиление, основной акцент делается на профориентацию, то есть усиление информационно-разъяснительной работы среди будущих студентов, какие именно профессии, какие навыки, в каких отраслях требуются. Ещё в каком регионе? Да, с учётом специфики каждого региона. То есть тенденции на рынке труда, они влияют на распределение грантов? Да, конечно же. Сейчас, да, как формируется у нас госзаказ? Госзаказ формируется на основе потребности предоставляемой Министерством труда, а также МПП Атамикен, в том числе отраслевых государственных органов. Но, к сожалению, имеется проблема расхождения прогноза потребности в кадрах. То есть отраслевые госорганы на недостаточном уровне, возможно, ведут мониторинг потребностей в каждой отрасли. Не ведётся учёт новых навыков, новых профессий. Поэтому и Министерство сейчас инициирует реализацию данного проекта. А у нас есть гранты на специальности, которые, условно, относятся больше к бизнесу, нежели к госслужбе, да? То есть менеджмент, условно. Мы же понимаем, что профессия менеджмент, да, она не так обязательно на госслужбе, да? Или, условно, там финансисты. Да, гранты выделяются и на эти. Просто, да, если есть, коротко, да, я к тому, что, может быть, такие специальности, да, гранты будут выделять бизнесмены, то есть конкретно под свои запросы. А государство должно сфокусироваться на тех специальностях, которые нужны конкретно государству. Как вы считаете? Гранты, конечно же, выделяются и на эти отрасли, и на гуманитарные науки. Но сейчас у нас и по данным Министерства труда отмечается рост спроса именно на такие направления, как естественные науки, инженерно-технические науки, педагогическое образование, сельское хозяйство. Поэтому при распределении грантов почти 77% грантов выделяются именно на эти приоритетные отрасли. А вот у меня вопрос, можно? Вот мне вот, допустим, в продолжении моего того, да, контента о нашем африканском профессоре, он говорит, а почему вы не открываете, вот есть кризисная психология, да, на ответвление отдела, ну, кафедры психологии, да, и вот есть кафедра психологии и педагогики, и там почему-то грантов гораздо больше. А психология сама по себе чистая, да, где специалистов, как мы знаем, действительно хороших очень мало, экспертов, да, вот там грантов минимально. Вот Министерство высшего образования на каком основании делает, почему есть доминанта и акцент на подготовку психологов-педагогов? Для меня это что-то такое in between, где непонятно ты про что, то есть, да, вместо того, чтобы готовить конкретно психолога по работе, там, с подростками, психолога-суицидолога, психолога, ну, того же кризисного, да, то есть медицинского психолога. Да, я думаю, вопрос с понятием на эфирное время. Да, да, да. И почему так мало грантов? И почему педагогов-психологов больше? Как я уже отметила, гранты у нас выделяются согласно, это уже формируют... Можно я дополню, да? Как вы отметили, да, действительно прогноз, который мы формируем для госзаказа, надо понимать, что формируется по профессиям, которые в национальном классификаторе с занятий, да. И прогноз, который формируется Минтрудом, формируется на основе старт-дам, рождаемость, смертность, миграция и так далее. Я поняла ваш вопрос. Конечно, есть, мы не говорим, конечно, есть свои минусы, которые мы сейчас совершенствуем, с целым системой прогнозирования, и, как вы говорили, не только математическое, которое мы сейчас делаем, сейчас уже мы меняем нашу методологию, и мы в основном упор делаем, вот как НПП Томикен нам в этом помогает, они опрос работодателей нам предоставляют. Также Министерство высшего образования и просвещения, они приступили к работе региональной карты профессии, которую уже в регионе конкретную они уже ситуацию видят, например, не только по статданам. Теперь это все в целом совершенствуется. Теперь я считаю, что это будет... Да, договорите. Я считаю, что это, да, минусы есть. Надежда есть, да. Минусы есть, мы это понимаем. Уважаемые гости, смотрите, вообще в целом, мы в начале беседы буквально услышали статистику, что 70% в основном люди, которые физическим трудом занимаются, потребность на рынке труда. Насколько вообще нужно гнаться за высшим образованием? Может быть, у нас в принципе психология неправильно настроена в этом плане, что мы все хотим диплом о высшем образовании, для нас важный. Причем многие люди, которые даже понимают, что по этой специальности не будут работать, просто сам факт наличия диплома для них безумно важен. Для них или для их родственников, возможно, для кого-то престижа в обществе. Может быть, нам сделать ставку и повышение уровня престижа профессии среднеспециального образования? Кто ответит? Я могу ответить. Смотрите, да, вы абсолютно правы. Министерство тоже сейчас обсуждает вопрос, должно ли высшее образование быть массовым. Вообще традиционно высшее образование — это литарное образование, где готовят инженеров, системщиков, которые занимаются не решением текущих проблем, а решают проблемы мироздания, изучают мир, придумывают новые решения и так далее. И в этом смысле вот это принципиальный вопрос. Так как у нас государство очень социально ориентировано, то у нас пытаются всех отправить в высшее образование. На самом деле многие из тех, кто идет в высшее образование, по входным баллам не тянут это высшее образование. И в этом смысле потраченные деньги, потраченное время, оно частично будет потрачено зря. Поэтому если мы признаем в обществе, что высшее образование частично должно быть элитарно, но элитарно не в смысле особым, что туда должны поступать самые-самые, и государство должно их оплачивать, мы тогда придем к тому, что есть прекрасные профессии технические, они всем нужны, они составляют 80-90% структуры экономики, и тогда у нас баланс выстроится. Я с вами полностью согласен, что у нас высшее образование является таким элементом, у меня есть диплом о высшем образовании, я, условно говоря, человек. Менталитет. Нету высшего образования, я не совсем человек. А какая специальность, уже не важно. Казахстанский менталитет. Дело в том, что не все, которые получают высшее образование, получают его ради устройства на работу. Допустим, я заканчивал юриста, это нужно для меня, чтобы я ориентировался. Вот с учетом вот этого надо всегда учитывать это. Поэтому по-разному можно смотреть. Но это не обязательно профессию получать? Вы же можете курсы пройти. Нет, не обязательно. Хотела дополнить, да. Если у тебя техническое профессиональное образование, есть курсы повышения квалификации, есть краткосрочные курсы. Это, конечно, не главное требование, чтобы у тебя было. Здесь можно еще очень важный момент сказать. Смотрите, вообще, по идее, высшее образование, почему государство дает гранты, и государство гарантирует образование? Это не столько профессия и знания, сколько безопасность для найма сотрудника. То есть, допустим, если мы обучаем коучера, извините, да, коучер, нам, в принципе, он промышленно небезопасная профессия. Ну, то есть, пожалуйста, ты можешь натворить делов, может быть не так опасно. Я когда беру с государственным дипломом, это означает, что этот человек не травмируется, он делает правильно, он не нанесет вред. И есть масса сейчас профессия, таролог. Пожалуйста, занимайся, хочешь, как угодно это делай, государство не обязательно берет на себя необходимость сертификации, стандартизации этой профессии. Почему? Потому что государство, когда готовит, оно готовит именно то, что этот специалист безопасен, он правильно обучен, и он ничего не сломает, он не убьется на производстве, он правильно все сделает. Будет соблюдать и безопасности, да? Да, уважаемые гости. Можно добавить, да. Дело в том, что мы же сейчас говорим о прогнозировании, как показывает история, точного прогнозирования никто не может сделать. Это первое. Потом прогнозирование... Никто не оспаривает? Нет, здесь есть качество. Допустим, есть... Мы хотим юриста, очень юристов много выпускают, хороших юристов нету. Практически... Гранты и не выделяют на юристов. Они же сами платят, чтобы обучаться. Просто в этом плане. Здесь, в этом плане, да, государство, оно должно выделять гранты на потребности рынка. Я просто, знаете, мы порой... Такие есть. Ответственность на юристов нет. Мы ответственность государства порой перекладываем на плечи, да, 18-летних ребят, студентов, да, ну, поступающих в университет, и говорим, ну, ты же сам выбираешь это специально, ты же сам за нее плачешь, ну и ладно. Но мы не думаем о том, что хорошо, он выпустится, он же завтра будет претензии предъявлять и обществу, и государству. Где моя работа, на которую я обучился, за которую я деньги заплатил, а порой последние деньги? Может быть, государство должно, вот условно, да, что на Западе, к примеру, есть, да, ГАП Е, то есть год, когда человек, собственно, занимается, так скажем, профориентацией, да, он закончил школу, у него год свободный, он может попутешествовать, поездить даже по своей стране, посмотреть разное, поискать себя, да, попробовать, пройти разные курсы, а потом уже осознанно выбрать. А то получается, как будто мы действительно перекладываем плечи, что вот ты выпустился. Вот у нас из детства вышива, да? Вышли минуты образования, науки. Сейчас мы считаем, что роль самого университета уже меняется, то есть университеты не только предоставляют знания, это университет, это симбиоз знаний, науки, инноваций, промышленности. Также сейчас основная функция университетов это формирование человеческого капитала, который имеет возможность внести вклад в социально-экономическое развитие вузов, в страны в целом, имею в виду. Но сегодня, да, мы также инициируем концепцию обучения в течение всей жизни, то есть одного диплома, возможно, недостаточно. Не достаточно, да. Современный рынок труда требует постоянного обновления своих знаний, компетенций. Поэтому сейчас уже актуальным является и неформальное образование. Уважаемый гость, у нас эфирное время ограничено. Сейчас предлагаю поговорить о профессиях, которым пророчат, пусть не полное исчезновение, но определенную трансформацию. По мнению экспертов, через 10-15 лет устареют такие специальности, как бухгалтер, корректор, библиотекарь, журналист, турагент, каскадер, нотариус, риэлтор, банковский служащий, операционист, экскурсовет, переводчик, логист, провизор, водитель. Как видим, большинство из этих профессий связаны с отраслями, в которые пришла автоматизация процессов. Это не только физический труд, заводские конвейеры, но и вычислительные операции, заменяемые программными приложениями. Уважаемые гости, вот как быть тем людям, я услышал, да, и про свою специальность журналиста, как быть, ну, хотя, знаете, я бы хотел, наверное, пометить, что эти специальности, возможно, действительно утратят то влияние и силы, которые имеют сейчас, но пометка «хороший специалист», она будет всегда актуальна, мне кажется. Да, ну и к вопросу, как быть людям, да, кто услышал сейчас свою специальность, вздрогнул, возможно, да, есть ли у них варианты переобучения, переквалификации? Да, я считаю, что, вот как коллега говорит, да, обучаться всей жизни, да, это можно будет, как сама профессия, она из корней, как бы, вряд ли уйдет, она просто будет немножечко добавляться, видоизменяться, да, добавляться там, более технологии поменяются, более какой-то навык, какое-то программное обеспечение нужно будет дополнительно узнать, то есть нужно будет обучаться, чтобы не оставаться на одном месте. Как обычно говорят же, если ты стоишь на месте или идешь, ты отстаешь, тебе надо бежать со временем, чтобы быть соответствует требованиям и уровням. к вопросу о пандемии, да, вот коротко хочется вспомнить, в целом, как вы считаете, пандемия внесла определенные корректировки в сферу образования? Конечно, безусловно. Мы же понимаем, что удаленка для нас всех уже стала реальностью, да, и нормальным процессом. Даже, если так посмотреть, потребность по медицине всегда у нас была небольшая, после пандемии мы поняли, что у нас очень большая нехватка врачей, да. И, уважаемые гости, в завершении буквально последний вопрос. Университеты, да, сейчас предоставляют образование. Мы знаем, что многие университеты дают образование на старых условиях, станках, на старом оборудовании и так далее, да. Тенденция эта изменится. Это прям проблема. Да, давайте, коротко, буквально 20 минут. Почему не бюджетирует министерство? Да, именно обновляет. Основная проблема является устаревание лабораторной базы, материально-технической базы университетов. Коротко, пути решения. Да, пути решения. В три раза увеличили бюджет, скажите. В три раза. Скажите уже. В три раза увеличили бюджет. Да, на самом деле, три раза увеличен бюджет на высшее образование. Также сейчас вот новый проект у нас также... Все, уже о новом проекте, я думаю, в следующий раз. Уважаемые гости, эфирное время подошло к концу.